Подходи. Сегодня у нас 3 сентября 2018 года. Вот у Виталия Каменникова у меня сидит тут. Не надо. Там. Ну сидите спокойно, не дергайтесь. Матушка Людмила, Надежда Васильевна подошли. Это Надежда Васильевна тут же подошла, я за столом сидел. Чего там тебе дала? Планточки. Сколько? 15. Нет, не 15, а 45. Сколько? Раз. И тебе до этого дала. На всю жизнь хватит. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. Ну, 15. 14. Ну, 14, там один у тебя. Я взял двое, захватил, ты считал. Потому что у Виталии платочки не имеет. Я сразу сказал, Надежда Васильевна, 15 платочек мы сделаем. Готовы, дело принесли. Вот теперь их распредели, положи. Я тебе два добавлю. В каждый карман. Я попрошу, полное молчание. Вы же ни одного обречительного слова не можете выдержать, сразу вы в панику подаете. Так, понятно, пока отложили. Так, теперь ты мне сослабься, что у тебя нет платочка. Соплю руками не будешь выдавливать. Как Жириновский, все время вот так вот хватает. Вот так. Он не может отстать от этого. Умница. Один из самых умных людей, какие есть сегодня. А носу ума не даст. Так, ты пас сегодня до обеда с Володей. Какая от него польза была, что он с тобой пас? Ну, я смотрю, всяческая польза, он мне... Погромче. Он руководил, по сути дела, по избой-то. Ну, счет от него ухватил-то. С чем он улучшился до обеда? Как правильно заворачивали. Так, выйди отсюда. Я говорю, выйди в другую комнату. Вам, вы не можете, не молчайте еще, он вас раздирает. Почему? Ищите конфликтную ситуацию. Иди там, а то бредки посиди. Что с флангов... Ну, я разговариваю, спрашиваю этого. Никакого юмора нет, ничего, обряхнуть надо. Игнатий плохой. Сейчас-то посиди пока. Что нужно, это, Игнатий Ильич? Вот, и... Вот, ты сейчас, зачем сокли выдавливаешь-то? Привычка тоже. Платочки лежат, возьми, вытри нос. Не, ну, все, постараюсь. 15 платочек. Вот. Да у меня просто... Да не надо это делать. Это. Дальше. Ну, вот, ведешь, когда нужно вот так вот. Когда кину, мне сказали, челночным способом, то левый, то правый фланг, и так, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Сзади или спереди? Ну, в основном сзади, но не всегда. Бывает, что как бы... Как объяснить-то? Сбоку так идешь сбоку. Одна половина сзади, другая спереди. Ну, такое тоже бывало у меня. Понятно. А есть еще там белая корова. Ну, как белая, с коричневыми пятнами. Я, вот. А она прям мне все нервы вымотала. Вот. Вот. Это корова Янчуков. Ну, она когда-то и помогает, что вот, помнишь, мы сегодня... Большой лок такой был сегодня, очень широкий. И они встали и никуда. Ну, то есть, боялись идти. И все... Там камаши не тронуты, там никто туда не гонял. А нам надо, чтобы они пробились. Я посмотрел, сухой лок. И долго мы их, долго мы их понуждали, ни в какую. И все-таки потом вот эта Янчуков, она решилась. А там не вода? Я проверил, сухо там было. Ну, они хорошо, что так боятся. Это на втором мостике. Там же вода-то не бежит. По-моему, на мостике не гонять. Нет, да, понятно. На плотину не гонять второй мостик. Я ему так и сказал, да. Ты повтори. На плотину не гонять. Не подгонять рядом даже. Даже рядом. Ближе там 30 метров не было. Они рогами начинают расковыривать. Все. Ну, не, Игнатий Ильич. Ну, ты это понял? Сейчас какие-то колыши могут быть там. Ты туда подгонишь. Они испортят плотину. И я тебе еще не сказал. Второй мостик ты понял, дед. Не подгонять туда. Я понял, Игнатий Ильич. А какие, давай, мысли, ты любишь что-то придумать, а потом отговорку. Какая тебе отговорка-то? Никакой нету. Перед Богом все это. Ну, конечно. Я если увижу, что они начнут что-то пакостить, так я... Нет, не надо пакостить. Подгонять не надо. Ты уже пакостишь. Нет, ну я... Ты уже, ты пустишь, а я посмотрю, будут они пакостить или нет. Я правда не говорил. Я говорил, ближе там 30 метров не подгонять. Я понял, что туда вообще смысла сейчас нет гонять. Никакого. Там дрова маленькая, лучше вот здесь погонять. И там поле. Поле там, кшениса сваленная лежит. В волках. С той стороны локт, ну еще поднятого, да. Близко не подгонять, чтобы на плотине ни одного следа не было от Коровьего. Услышал. Я не верю тебе ни на порошинку. Потому что ты лукавый-лукавый. Ты сразу начинаешь что-то придумывать. Ну что делать? А я посмотрю. Так, значит, во сколько пригнали в обед? В час. Я не смотрел на часы. В час пригнали. В час, час пригнали. Плюс-минус, я не знаю. Ты не смотрел на часы? У тебя часов нету? Есть. Почему не смотрел? Ну, не знаю, не смотрел. Понял, что ты какой-нибудь несамостоятельный. Ты сына еще просишь. И чему ты сына научишься? Ё-нет. Я утром пришел, запиши. Да я помню. Ты пошел к Елене Анатольевне Барабаш. Она сказала, когда обед, так. Покажи бумажку. Тем более, в обед-то мы их встойло просто. Они никому не нужны. Встойло мы их. То есть, никто их не ждет. Ничего. В обед. Тебе не надо это знать. Говори. Ты сейчас ничего не говори. Вот утром я пришел, ты говоришь, я и так знаю. Володя, посмотри. Поверни ему. Посмотри, это написано. Девять, ноль, ноль, ноль. Везде поставил ноли. И ты не посмотрел, не заучил. Тебе не надо ничего думать. Не только делай, входи в этот режим. Тебе не надо дальше. Землетречения не было, цунами не прошло, провалов не было. Все остальное только от тебя зависит. Вот сейчас вещь. Дальше ты пошел выгонять. Ты дальше, я говорю, что пошел. У тебя палка-то где была? Бадик называется. Там. Там оставил, да? Рядом с овечками. И его там не будет. Почему? Не будет. Другие зато его пластут, они возьмут. Нет, а сейчас-то я с собой взял. Вот он, домой. Ты всегда бери с собой, послушай меня, бери. Это не трудно взять. Без палки ты и никто. Я понимаю. Вот вечером сейчас я брал щерноплодку. Володя тут подошел, матушка подошла. Ну все, зашли. Так я говорю, уже 7 часов. А нет тебя. Володя в окно. Маленькая, поднял я в окно. 5 минут нету. А что случилось? Может в яму куда упал? Так не позвонил даже ничего. И опять Володя выгибается в окно, смотрит оттуда нету. Володя только отошел, я туда лезу. На улице дождь. Щи скотина. Все пришли к тому времени, стали и стоят. Ничего нету. 10 минут. Почему? Я же в 5 где-то пришел. А? В 5 минут где-то пришел. Да не 5. Туда, к тополям ты пришел. А сюда? Да, сюда, но позже, конечно, пока. Не 5. Я завел часы, уже после этого, уже прошло минут около 10. А более у вас же они же быстрые. Он имеет в виду, 5 минут он к тополям подогнал, он там, где встречает. А 5 минут еще там было? Вот ровно, как написано у тебя, в 19.00, коровы должны ступить на территорию улицы. Чтобы люди могли взять, они приходят к Сибири. И туда смотреть, где ты пасешь. Я же не знал, Игнатих. Ну что они приходят? Серьезно. Сколько ты живешь здесь? Сколько живешь? Сколько живешь, как пригоняют? Ну, я... Ребятишки пасут. Я не вникал в это. Ребятишки пасут, девчонки. И пригоняют уронов 7. Игнатих, ну вот, понимаете, как, как, зачем вот это все сейчас? Зачем? Я реально не знал. Что я не знал? Когда утром я пришел и говорю, Лена тебе все сказала, ты все. Я говорю, запиши. Да я знаю на память. Ты со мной разговариваешь. Я говорю, нет, пойди, возьми бумажку, напиши. Ты написал 19.00, 9.00. Теперь, так, твоей рукой записано 9.00. Когда я сказал, ты сразу, говорится, окрыстился. Что, по нолям? Да ты написал 0.00. Почему ты 15 минут добавляешь теперь? Зачем? Тебе что, охота подергать людей? Дождик идет, люди пришли к Сибири. Стада нету. И ты начинаешь сейчас крутить, вертеть. Зачем? Первый день. Это твоя биография. Твоя биография на нас ложится. Что у вас за люди такие? Когда послали мне садат пасти в первый день, они роман, на день, час раньше пригнали. Все знают, часы есть на день, час раньше. С собой часы. И при том. Все проверили на час раньше. А никого нету. Загонять некому. Корову пошли по огородам. И ты смеешься, все время скалишься. Как тебе не стыдно? Я думаю, все, ведь с Виталием больше разговоров серьезных не будет. Он понимает, все. А ты не можешь без этого. Это подогрев твой. Люди стоят на дожде. Тебя нету. Ты от этого исходи. Зачем тебе нужно, чтобы о тебе думали, как о несамостоятельном? Но если поезд 9-0, я не закончу предложение. Не хами. Если ты считаешь объявление электрички идет 9-0-0, ты не придешь через 5 минут. Там ее нет уже электрички. Почему ты доверяешь чужим железнодорожникам, чем больше уважаешь машинисту поезда, что ли? А ты знаешь, что Паша Песко билет пропал. И на самолет так же. Тебя уже никто на аэродром не потащит. Да я маленько опоздал, у тебя с женой поругался там или что-то. Это не касается. Самолет в воздухе. Бывает задерживают. Это на все ответ. Не, ну серьезно. Сколько раз такое было? И поезд, и самолет задерживают. Ради нас бы один раз задержали. Я ничего к этому добавить не могу. Тебе зачем это? Когда там разные причины бывают. Причина очень важная. Диагнатик, ну я вот... Если бы вот так вы меня проконсультировали на вечер. Ну вот как сейчас вы мне все по полочке... Да нет, доставай бумажку еще раз. Да нет, ну это понятно. Доставай бумажку. Бумажка-то там что? Общая информация. Общая информация. Вещь вам пригонять во сколько? В 19.00. Все? Какая информация еще? Зачем ты дуришь-то? Ты твоей рукой записал 19.00. Скажи, какая к этому еще информация должна быть? Я никак не пойму. Ну что ты крутишь это? Ну я не смог их ровно-то подвести. Да нет, сейчас не об этом речь. Ты оправдываешь это? Что я должен по нолям подвести? В смысле оправдываю? Ну как? Ну ты перед этим только сказал. Вот мы сидели здесь и ты сказал. Да что это по нолям? Да ты написал по нолям. То есть ты написал и ни в что. Вот так вот раз и пол. То есть 15 минут раньше, 15 минут позже. Тебе разницы никакой нет. Нет, почему нет? Ну люди, люди. Я же не знал, что люди меня будут ждать. Я серьезно. Да кто же будет тебя ждать-то больше-то? Им коров забрать надо немедленно. Я не знал. Да ты думал, что? Я думал, они по деревне сами пойдут, коровы-то. Да в деревню они должны в ноль войти. Они пойдут как раз. Они знают свой дом. Но куда они пойдут, когда ты еще за деревней? Ты еще водишь 10 минут. 15. Зачем тебе это? Я тебе конкретно говорю, первый день. Я хотел так, чтобы люди полюбили тебя. Я всем говорю, Виталий пасет, все надо. Вот как говорят, подгавняет все равно. Ты не можешь без этого. Тебе непрерывно, надо что-то сделать, какую-то провокацию. Зачем? Ты говоришь, жена, как она могла это терпеть? За любого она выйдет. Мне наплевать на эту жену, понимаете? Она все попрала. Все таинства попрала в браках. А вы ее начинаете... Успокойся. Какой бы я ни был, вот ты вышла замуж, но в смысле нет. Ты уже дал обед, уже какой ни был, ни муж, ни жена. Я не оправдаю. Я думаю, она это понимала так. И за какого бы она ни вышла... Не наплевать на это, я не хочу ее обзывать, но вот вы вынуждаете... Я, так успокойся. Я скажу, за кого бы она ни вышла, ей легче, чем с тобой. Аллилуйя! Да слава Богу, но она прелюбодействует, как ни крутить ее, дайте тихо. Чего ты выгодовался? Вот. Не намного, она 2 года только. Бабья Яма, я вам конкретно говорю, смотрите, она повторяет судьбу своей бабки, своей матери, один в один идет по стопам. Хорошо, зачем же ты брал? Хочешь жениться, говорит, познакомься с матерью. Я же вам рассказывал историю. Не надо. Хочешь, говорит, узнать, мужа, узнавай, говорит, узнать. Я идиот, я, Игнатьев, я идиот, понимаете. Как еще вам, что сказать, глупый человек. Ну сегодня зачем ты это взял? Ну простите меня, Игнатьев. Да не в прощении дело, это дело, ты внутри там выкормил рукой. А что выкормил? Скажи, почему ты у Лены не записал, что она говорила? А что она говорила? Ты когда пошел, я тебе сказал, она тебе будет означать график. Ну да, она, ну с теплой семьи. Чем перебиваешь-то? Ты чертю бумажку, да это утром я тебя заставил. Чего ты крутишься? Я сказал, к ней пойдешь и запиши все. Говорил? Да. Почему не записал? Вот и тупик. Ты идешь, а я около тебя, как вовсе около цыпленка. Виталий, обязательно запиши, что она говорит, запиши. Я не говорю больше ничего тебе, запиши. Это тебе сгодится. Ты записал. Сегодня утром пришел, записано нет, я тебя посадил. Пиши. Я тебя заставил просто. И ты все равно пошел вопреки своей записи. Ты, не надо там никого трогать. Ты сам тебе скажешь, зачем я это делаю? Люди-то, которые смотрят городские, они же ничего не понимают. Это балбешки. Почему они такие, они за тебя, они тебе вот палец показывают. Молодец ты, слуга дьявола, как мы. И нарушай свое слово. Тебя проклинать будет, это хорошо. Воду будешь, молодец с нами. Вот они не говорят, они не знают, а делают это самое. А умный человек, он посмотрит, здоровый мужик, 40 лет. А что он такой? Я могу запеть только, не битый. А вот сейчас ты пригнал в это время? А если бы это были там азербайджанцы, или кто там, мужики стоят? Они бы тебе в этом ботагаме сейчас как от... Игнат Тихонович, ну вы мне научите, как у коровы, которые мне нервы сегодня мотали весь день, как их пригнать ровно? Вы меня научите. Я тебя спрашиваю. Отписываю это ровно. Вы секрет раскройте мне. Секрет очень простой. Ты подогнал ближе, она впереди встала, и стоит, коровы идут, и их знать даже не надо. Она их придерживает, они едят траву, канавны, еще травы везде, зазлонись ее. И видно, что осталось без трех минут, они отходят, пошли, а первая корова уже заходит. Три минуты, и они здесь, ноль в ноль. Ребятишечки. А ты здоровый дядька, не знаешь. Нам, когда... Для первого раза. Я сын пастуха. У нас часов не было, ни у отца, ни у кого не было. А отец встанет, вот так вот, тень, вот эта тень, которая есть. Вон она, видать ее тень? Вот. Он вот так вот. А бывает пасмурно, ее не видно, тень. Вот так вот стоит, отец головой крутит, чтобы там зашевелилось. И видать тогда маленько. И он шагами берет пять шагов. Так, ребята, скоро домой. Почему? Шесть надо. Тогда в деревне стали на Большом Тополе далеко, видать, поднимать красный плак. Там шток еще выше. По нему часов ни у кого не было. Этого не было. Только были часы у тех, которые в Германии награбили. У грабителей. Как снайпер. Фильм там, видишь, часы нашел, подошел. Ты не мародер, ты солдат. Где-где-где-где? Пули ему в лоб. Солдату советскому. Ты солдат, а не мародер. У тебя часы. И ты по ним делай. Потому что тут люди. Ты опоздал где-то, это твое дело. А это все зависит. И ты каждому в глаза еще будешь смотреть. И они тебя видят и стоят, и самостоятельный человек. И эту картину ты и пишешь, биография. А они дома. У него срочно выезжать надо. Вот, говорит, я успею, подаю. Смотрит, коровы-то нету. Ему ехать сегодня, встречать людей. Ты понимаешь, за чем все стоит? Он выходит, я говорю, уже третий раз выходит на улицу. Что, коров нету? Тут по минуты все рассчитано. Это не обед, вечер. Ему ехать надо, а бросить не может. Жена не домогает. Ему надо самому подарить корову. Тут мужики доят. А коровы нету, что будет доить-то? А ты вообще, ты просто завуалировал, посыпал, говорится. Засыпал и все. Тебе говорят, ты беспощаден быть к самому себе, в первую очередь. Тебя написано 9.00. И тебя никто никуда не сбросит. 7.00, значит 7.00. В 9.00. А я маленько попозже. В 9.00 ты должен принять коров. А если раньше? Они за это ответят. В 9.00 утром ты должен подойти. Но чтобы не было, я тебе сказал, минут на 10 приди пораньше. С пастуха это с хозяевом, или что-то поговоришь, или что-то увидишь где-то. В 9.00 ты тронулся. Но бывает, что-то там где-то задержались. Далеко не гоняй. Придержи, чтобы успели догнать. Бывает так. Я сын пастуха родился здесь. И мы это знали. От этого зависит очень многое. Следующий год нанимать-то, а тебя не наймут. Они уже знают, что ты такой. И наймут обязательно моего отца. 40 лет пастух. 40 лет. А тут кандидатов было много. Пасти. Это прибыль. Это на кого-то много. Это не один дом. И никого не возьмут. Только отца. А почему он по часам? А часов нету. Он знает, когда напоить, когда накормить. У него овечки с салом залитые. А у другого. Сколько объягнется, все ягнята целые. Он из бутылька кормит их. Поднимает дохлых. Всех поднимет на ноги. А другой-то, который в кочре был. Он еще сдох. Затоптали овечки. Он ее собакам выкинул через забор. И все. Отец скажет. Овечка одна была. Она должна была объягнится. Но пока я заворачивал, пришел, ее нигде нет. Она где-то недалеко, ребята. Мы с фонарями ночью по полю ходили ее искали. Собаки бегают. Они задерут ее сразу. С ягненком. Чужие в другой деревне бывают. А утром отец. Он не выгоняет. Так открыл и погнал. Нет. Он зашел и начинает ходить их. Шевелить. Все нормально. Нет. Она не встает. Он заходит и. Так. Марья. Там овечка что-то недомогает. Посмотри за ней. Теперь отдельно мы травы нальвем ей. Все как надо. Она должна быть. А хозяин сообщит. Он всех на память знал. 1200 овечек он всех знал. Я по запись. По ушам. А он на память. У него просто феноменальнейшая память была отца. 10 лет назад. Какие овечки у кого были. Он все знает. Раскулачиваем в 30-м году. А мы. Я-то какой. И он всех поминает. Кто сказал что. 00. Тебе никуда нельзя шевелиться. Твоя рука писала. И ты будь беспощаден к тебе. Дури старые. Зачем я это написал. Или если написал. Будь добрый выполни. Я к тебе не прикапываюсь. Я хочу чтобы по-человечески было. По совести. А ты бегал. Пастух. Это такая его должность. Ты чурки не катал. В шахту не опускался. Что тебе еще надо-то? Пастух в этом заключается. Пасти. Бегать. Я ногами отбегал. Отсюда за 4 километра. За 4. Стоило. Там пруд они здесь. Ты его не видел. Наверное там. Пруд. И там стоило. Туда приезжали доить. А корову бывает. Один год отец спасет колхозных. А потом бывает и колхозников. Членские называется. И корова она домой идет. Ее никак нет. Она вырвется и пошла. Она домой пришла. И олет ходит по деревне. А этого не должно быть. Ты ее принял в тару. Пригони. Отец тогда с ней встречается с хозяйкой и говорит. Ты ей отходов не давай дома. Поила не давай. Она бьется домой. Да ты учи ее. Я буду учить ее. Но молока будет у тебя меньше. Он ее будет учить. А это скотина. Ее не научишь. Она опять побежала. А если она вот так корова скачет. Махом скачет. Тогда она долго будет. А если вот так он бежит. Трюхает. С одной ноги на другую. Тогда она долго не пройдет. Мы это знаем. Я за ней бегу. И она бежит. Я бегу километр. Второй. Я вижу из нее начинает жижа течь. Лепешки жили. Уже не лепешки нет. А просто она дришин говорит. Я ее гоню. И вот здесь Масаловский лог. Около. За лагерем рядом прямо здесь. Ну. На коров, которые ходили бы. Вот как только ближе к этому логу. Я делаю ревок. И за хвост уцепился. А она скакает. Теперь все. Я уже как клещу. Просепился к ней. А у меня маленький бичик с собой. Теперь я ее разворачиваю по боку. И теперь я ее гоню. И гоню туда. В табун. Я гоню. А она бедная уже ничему не рада. Как только я догнал. Она в воду. А тут отец подходит. А у него бич длинный. Там метр четыре. И теперь он начинает ее проглаживать. А когда большой размах. Она шкуру просекает. И как он начнет ее. Да приговаривает ей. Все. День-два. Больше она домой не идет. И по-другому никак нельзя. Она дома пряник. А мы ей крутый пряник. Ну это высший пилотаж. Да. Это помогло мне быть на уровне. Когда в армии нельзя. Бегать очень хорошо. Так ты понял? Да. Признай ошибку. Если не знал. Теперь же знаешь. Какие у тебя могут еще быть претензии о оговорке. Если ты еще придешь не вовремя. Заранее скажи. И уничтожь ее. Вот эту? И это. Придумки. Какие ты будешь оправдательные искать причины. Ты очень любишь. Еще раз. Можно еще раз повторение мать учения. То есть. Нужно за 10 минут пригнать. Так за 10 не надо. За 5 подогнал тут где-то. Тополям сюда. Да. Ну тополям дальше там. В полейка. И встать, чтобы как-то сделать так, чтобы они не... Если раньше подогнал. Не надо специально. Ты можешь так уже смотреть и оттуда подгонять. Тут же рядом видно. Да. Игнать Тихонович. Я не знаю. Они же... Как сказать. Они растягиваются. Ну и растягиваются тебе первые коровы, чтобы вошли. Первые. Первые растягиваются. А те кто подгоняешь. И все. Если первые были по нулевке, то последние. Одна минута. Больше тут не надо. За одну минуту стадо небольшое. Они все вошли. Никогда не опаздывай. Вот у нас в церкви. Определенно. За 7 минут даже не прийти. Глушков обязательно хоть на минуту опоздает. А что, сепарировал? Я говорю, сепаратист какой. Зачем тебе одна минута на ничего не делает? Пупкоп очень часто так же делает. 7 минут. 7 минут, допустим, служба начинается у нас с 8. Без 7 минут все должны уже войти. Старосты или кто там есть дежурный объявляют. Станем. Все на молитву. Ты слышал? Да. 7 минут. Если два раза на 7 минут опоздал, пишет объяснительную. У нас это обговорено в уставе. Принято на общем собрании. Другие приходят пораньше, они зайдут, поговорят, новости узнают, помолимся за кого надо. А другого нет до самого конца. Вот уже все, сейчас его нету. Ну поэтому... Что это там какой-то хвост сзади? Что это его? А, это болтается. А что это такое? Спаси. Спаси. Спаси Христос, Игнат Тихий. Да. Давай, садись, поворачивайся, ешь лепешки, угощай его. Все же.